Снимаю видео о косметичке для новичка по просьбе моих подписчиц Маргариты и Аси. Девочки, привет! Девчонки просили показать косметичку исключительно с бюджетными продуктами. Я постараюсь, вот отобрала все, что у меня есть. Перед этим хотела сказать, что мне кажется, перед тем, как составлять свою косметичку, нужно ответить себе самой на несколько вопросов. Во-первых, какой у вас тип кожи, во-вторых, что вам мешает жить, то есть какие у вас есть недостатки, может это темные круги под глазами, у кого-то это расширенные поры, купероз и так далее. И третий список продуктов, которые вы категорически не приемлете. Для кого-то это тени, кто-то не любит помаду на губах и так далее. Почему? Потому что лучше начинать учиться работать с теми продуктами, к которым вы расположены, чем те, которые изначально вызывают какой-то негатив. Вероятность ошибок и каких-то неудач будет гораздо больше. Каким образом ответить на эти вопросы решает, конечно, каждый для себя сам. Мне кажется, не лишним будет, как и в любом деле, обзавестись все-таки учебниками. Я знаю, что существует скептическое отношение к книгам по макияжу, что достаточно вроде бы посмотреть видео уроки на ютюбе. Мне кажется, что кашу маслом не испортишь. Скажу чуть попозже, что я об этом думаю. Но для начала покажу те книги, на которые, как мне кажется, стоит обратить внимание. Это вот такая известная книга от Бобби Браун «Макияж» для новичков и профессионалов. Книга дает, как мне кажется, спектральные представления о макияже. Рассчитана на то, что, открыв эту книгу, из простого новичка, который ничего не знает, вы запросто можете стать профессиональным визажистом. То есть книга строится таким образом, что с первоначальных каких-то базовых таких понятий уходит в профессионализм. Построение книги очень интересное и просто оторваться невозможно. Начинается с того, что вам предлагается различные, как сказать, собрать несколько видов косметичек. Такой приблизительный список, как может выглядеть домашняя, вечерняя, рабочая или дорожная косметичка. Это достаточно интересно. Типы кистей. Далее дается сведение о, как определить тип кожи, что нужно для того, чтобы кожа была здоровой, что ей нужно защитить от солнца, как нужно очищать инструменты, как нужно очищать кожу. В общем, первоначальные, базовые знания, которые необходимы абсолютно каждому. Как нужно правильно питаться и так далее. И дальше уже непосредственно мы переходим к самому макияжу. Извините, у меня книга такая потрепанная. Просто до ужаса. И дальше уже переходим непосредственно к макияжу. И работа с книгой осуществляется таким образом. Какие-то вот общие введения совета здесь даются, допустим, по корректорам и консилерам, по подготовке к макияжу, что она из себя представляет. И дальше вот как строится книга. Это практически по всем главам. То есть, все с иллюстрациями, все очень подробно. И все с углублением. Если, допустим, вот здесь в данном случае выбор оттенка корректирующего средства, то на следующей странице мы сразу видим, как работать, допустим, с корректором для глаз азиатского типа. То есть, вот с углублением знаний сразу же, вот какие-то знания получены, сразу же они углубляются. Так абсолютно по всем главам. Строится фронтальная книга, то есть глаза, губы, лицо и с употреблением различных техник. Ну, например, вот открываем главу глаза. Вот здесь интересная такая табличка, цветовая гамма для бровей. То есть, как определяет цвет волос и дальше цвет карандаша, тени и туши для бровей. Как создать линию бровей. Вот очень подробно показано. Опять-таки, сразу же углубление моделирования для азиатского типа лица. Я не знаю, почему он такое углубление делает. Ну, вот как-то у нее так вот. Выщипывание бровей и так далее, и так далее, и так далее. И дальше потом уже углубление базовой тени. Далее растушевка, далее цвет. Совершенно подробно. В конце уже глава тут уже непосредственно для визажистов. Я думаю, что это будет интересно далеко не всем. Вторая книга, на которую я хотела обратить внимание, это вот тоже достаточно популярная. Рэй Моррис «Макияж за пять минут». Здесь немножко другая ситуация. Начало приблизительно такое же, то есть базовые знания. А далее она предлагает уже решать конкретные задачи не по частям лица, например, глаза или губы, а с употреблением какой-то техники или решение какой-то задачи. Ну, например, быстрый способ создать классический кошачий глаз. Вот я такие закладочки тут сделала. Или же как подарить уставшей коже свежесть. То есть решение какой-то задачи. Вот таким вот образом она построена. В этой книге тоже была для меня бесполезная информация. Мне совершенно неинтересны какие-то карнавальные макияжи. Это для меня совершенно излишне. И последняя книга, которую я покажу, это «Макияж. Секреты профессионалов» от Кит Спенсер. Такой вот интересный учебник. Это моя любимая книга, честно говоря. Я нашла здесь... Она очень интересно построена. Кроме того же всего базового, что и в предыдущих книгах, есть очень много интересных глав. Ну, например, советы для разных возрастов, 20, 30, 40, 50 лет, что должны из себя представлять косметичка. Это важно, потому что любовь к макияжу может проснуться в любой момент. Второе, например, если в предыдущих обоих книгах представляется знание просто о продуктах как таковых, то есть, например, перечисление помады, блески и так далее, то здесь очень детальный разбор, например, виды щеточек, аппликаторов и их эффективность. То есть, прочитав, что дает каждая щеточка, собирая свою первую косметичку, как-то очень важно правильно и грамотно потратить деньги, вы сразу же знаете, что вам надо, а что вам не надо. Что вам изначально уже даже не стоит пробовать. Вы все равно будете недовольны этой тушей. Это просто изумительно. Здесь же нашла вот такое вот интересное главо, часто встречающиеся проблемы, чего нет ни у Бобби Браун, ни у Рэй Моррис. И вот здесь очень хорошо это, как сказать, расписано, как с этим бороться, как это маскировать. Мешки под глазами, неравные губы, неровная кожа, прощеугревая сыпь, поврежденная кожем солнце, экземы и так далее, и так далее. Очень интересно. Здесь очень интересная в начале такая глава. Вот выбрать тип кожи. Здесь учат, как нужно определить, какая же у вас все-таки форма губ, глаза, форма глаз, и табличка формы лица, по-моему, тоже здесь есть. Да, вот. Это очень важно для того, для обучения с культурированием, как правильно носить румяна и так далее, и так далее. Из всех книг люблю больше всего третью. Сейчас ее, она еще, по-моему, есть в продаже вот в Озоне. Ну, просто говорю про тот магазин, с которым, так сказать, у меня плотная такая любовь. Книга стоит где-то 530 рублей. Книга от Бобби Брауна и Рэй Моррис стоит дороже. У меня любимое все-таки это. Но, в принципе, я считаю, что не жалею, что у меня все три книги, потому что... И, кстати, к вопросу о макияже на Ютьюбе, мне кажется, что все-таки использование вот этих трех книг, это, знаете, как уже такое не плоское изображение, а 3D. То есть они все друг друга дополняют. А вот если прибавить еще видео на Ютьюбе, то будет 4D. Теперь непосредственно переходим к макияжу. К сожалению, у меня нету бюджетных косметичек. У меня нашла какую-то старую от Арифлэм. Ну, в общем, как-то она не очень выглядит, и не вижу смысла ее показывать. Перейдем уже непосредственно к продуктам. Начнем, наверное, с тональных средств. Если кожа жирная или комбинированная, то могу предложить Буржуа 10 часов сна, потому что цвет она дает, очень хорошо выравнивает тон кожи, и, в принципе, ее незаметно на лице. То есть если не утяжеляет потом какой-то тяжелой такой пудрой, то, в принципе, она хорошая. И вообще без пудры она хорошая, эта тоналка. Мне очень даже нравится. Очень нравится вот этот вот CC-крем от Lumine. Дает, хорошо очень выравнивает кожу, не требует сплошного нанесения на лицо, что очень важно. Одним из советов таких вот, которые я получила, очень ценно, к сожалению, не помню, от какого визажиста, меня научили следующему приему. Когда вы наносите макияж для лица в обычной жизни, как мне визажист сказал, не надо пытаться изобразить из себя профессионала, не надо делать макияж, который предназначен для фото- или видеосъемок. Вам достаточно скрыть свои недостатки и выровнять цвет лица. Подавляющему большинству населения, у нас, как известно, большинство с комбинированным типом кожи, а это значит сосредоточение расширенных пор на крыльях носа, допустим, или возле них, как правило, сосудики расположены на крыльях носа и так далее. В общем, как бы центр лица, он склонен к таким каким-то покраснениям, в общем, выглядит далеко не так хорошо, как, например, щеки или вот линия там возле роста волос и так далее, и так далее. В общем, главное подобрать тональное средство, которое можно наносить местами, то есть на Т-зону. И вот это вот один из тех тональных кремов, которым действительно можно нанести, не будет видно границы, ну, если, конечно, подобрать цвет под свою кожу. Поэтому мне очень нравится, очень хороший продукт. Если кожа сухая, наверное, могу рекомендовать BB Cream от Catrice. У меня это самый светлый оттенок 010 Light Beige. В общем, если кожа комбинированная, уже тем более, наверное, жирная, в общем, жирнит он лицо. Работает действительно как азиатские BB Cream, то есть дает влажный финиш и хорош будет на сухой коже. Ну, как мне кажется. Что касается пудр, к сожалению, не могу показать пудру компактную, потому что нет у меня в наличии бюджетных компактных пудр. Могу сказать, по своему опыту, я была наиболее довольна пудрами от Lumine. Вот как-то не слышала хвалебных на них отзывов, но мне больше нравились пудры от Lumine. Но это... Даже не могу сказать, что это какая-то любовь была, просто это скорее, может быть, как-то по необходимости, потому что... Вот не пользовалась я люксовой... Когда я не пользовалась люксовой косметикой, у меня вообще отсутствовал ряд продуктов, потому что сколько бы я их ни пробовала, мне ничего не нравилось, я выбрасывала. Среди таких продуктов компактная пудра, вот, как правило. Я сразу же стала пользоваться только исключительно рассыпушками. Мне нравились рассыпушки, очень неплохие были у Ariflame, очень неплохого качества. Из того, что есть у меня сейчас, могу сказать, вот рассыпушка от Bourjois, у меня это самый темный оттенок, третий, но на лице выглядит очень даже неплохо. Ну, конечно, немножко он темноватый, но летом пудра, в принципе, хорошая, могу рекомендовать. Пудра очень хорошего качества, практически невидимая. Мне кажется, очень неплохая. И еще один продукт от Bourjois, это Flower Perfection. Я, к сожалению, не знаю, она сейчас продается или сняли уже с производства. Это такой аналог прозрачной пудры, как вот у Essence, допустим, есть у других марок, такая закреплялка такая вот. Знаю, что существуют разные мнения по поводу этой пудры. Кому-то она лицо выбеливает, кому-то дает розоватый финиш. Я ничего такого не заметила. В принципе, абсолютно прозрачный такой фиксатор. Долгое время я с ней достаточно плотно дружила. Ну, сейчас как-то подзабылась, потому что просто любовь к метеоритам. В принципе, очень хороший, достойный продукт. Но я считаю, что, конечно, это уже дело вкуса. Я не думаю, что закреплялка от Essence хуже, чем это, да, или это чем-то выделяется. Просто вот по опыту могу сказать, что продукт хороший. Что касается корректоров. Когда у меня не было палетки от Make Up For Ever, я обходилась вот этой вот штукой от Ariflame. И считаю этот набор очень даже удачным. До сих пор вот иногда все-таки я в него залезаю. Почему он мне кажется очень удачным? Он состоит из трех цветов. Желтого, зеленого и такого какого-то, простите, бежевого. В общем, для маскировки вот именно каких-то таких вот следов пост-окны я использовала послойно все три цвета. Использовала я с помощью кисточки для корректирующего средства от Ariflame. К сожалению, не могу ее показать. Я ее выкинула, потому что она просто пришла в совершенно негодное состояние. Я от нее избавилась. Наносила я сначала зеленый оттенок. После вот таких вот движений, похлопающих, таких вот пальцем наносила уже оттенок желтый. И затем вот этот вот такой, кажется, что темноватый. Ну вот так вот выравнивалось и абсолютно плотно перекрывалось. Это, допустим, какое-то возникшее пятнышко. Можно было быть спокойной целый день, что это все не слезет. И, в общем, не останется от маскировки, если да. Очень рекомендую. Мне кажется, это очень достойный бюджетный продукт. Продукт от Lumine. Это у меня CC Concealer в оттенке Light Medium. Он очень неплохой. Такой он какой-то вот в желтый он немножко уходит. Он достаточно плотноватый. Я думаю, что я наносила его под глаза без базы. Немножко он скатывает. Все-таки, наверное, на базу нужно его наносить. И более ровно он ляжет. Для тех, кто дружит с базой, я могу рекомендовать. В принципе, очень неплохой. Дает такую среднюю, наверное, по плотности покрытие. Но нелегкая точно. И очень хорошо с ним прорабатывать зону внутреннего уголка глаза к переносице. Вот бывает там синева такая. Очень хорошо работать с этим продуктом. Еще один консилер. Это уже Max Factor. Master Touch. У меня в светлом оттенке Ivory 303 номер. В чем особенность и почему считаю этот продукт очень достойным и хорошим. Его можно наносить на голую кожу. Без вообще какой-либо дополнительной подготовки. Не сушит. Идеально ложится. Ничего он не подчеркивает. Никакие ни шелушинки, ни морщинки. Очень жидкий. Очень хорошо распределяется. Покрытие, которое дает, легкое. То есть для серьезных каких-то недостатков совершенно не подойдет. Почему показываю сразу такое большое количество продуктов? Потому что, как я уже сказала, если вы определяетесь с типом кожи своими проблемами, уже соответственно говоря, вы знаете, что вам нужно. Если у вас сухая кожа и не бывает никогда воспалений, то зачем, собственно говоря, вам корректоры? Если у вас нет синяков, то зачем вот это вот дело? То есть я показываю какой-то спектр из того, что у меня есть для решения проблем. Если так можно сказать. Мне очень понравилась база вот эта от Lumine. И нет желания как-то пробовать другие бюджетные базы. Я сейчас использую эту базу с тенями Essence. Я очень довольна. Мне очень нравится. Даже где-то вот как-то предыдущие какие-то были у меня опыты общения с базами. Как-то все неудачно. А вот с Lumine как-то дружба получилась. Поэтому я советую. База очень хорошая. Стоит она недорого. Купить ее не составляет никаких проблем. В Ривгош, в магазинах All Good. Вот эта база есть. Продукт очень достойный. Большая проблема вот с карандашами для глаз. Нашла два карандаша от Avon. Это те карандаши, которыми я пользовалась, когда у меня не было люксовых аналогов. Вообще с карандашами большая проблема. У меня всегда была, пока не было люкса. Мне не нравился карандаш ни от одной марки. Вот сколько я их пробовала бюджетные. Все улетала в помойное ведро. И даже я переставала вообще пользоваться карандашами. Потому что мне не нравится. По одной простой причине. Очень, как вам сказать, плоские цвета, как мне кажется. Например, у Ariflame. Вот и у Avon всегда было синий, черный, зеленый, серый. Там какой-нибудь сливовый. И все. В лучшем случае, если какие-то лимитированные выпуски были. Вот что, собственно говоря, я вам показываю. Здесь какая-то бронза такая у меня. И белый такой перламутр. Но самая главная причина в том, что все карандаши очень жесткие для моего века. Вот. Но в любом случае, вот когда пользовалась, считаю, что вот лучшие для меня были это карандаши все-таки от Avon. В качестве карандаша Каяла для внутренней, для ватерлинии, рекомендую, могу порекомендовать такой карандаш от L'Etoile в оттенке 110 Dominique. Он, собственно говоря, Каялом не является. Он такой бледно-бледно-розовый. Я его сравнивала со своей любимкой карандашом от Lancome. Он менее розовый, более белесый. В принципе, он, как и все бюджетные карандаши, ну, для меня он слишком твердый. Но пробовала им рисовать, вот, как сказать, наносить его на водную вот эту вот линию. Нормально, в принципе. Нормально. И ложится он очень ровно. Вот. Так что, в принципе, могу советовать. В качестве подводки бюджетные голосую за Ariflame. Красивые подводки в магазине L'Etoile. Но все-таки у подводки... Сейчас попробую показать, открутить. У подводки от Ariflame Very Me кисточка более упругая, более тонкая и позволяет без проблем сделать тоненькую линию. А вот с подводками L'Etoile будут большие проблемы. Хотя цвета там, конечно, поинтереснее. Ну, вот, если я говорю, нужна там черная или просто вот какая-то коричневая, ну, вот эта у меня зелененькая, то почему бы и нет. Вот, советую попробовать эту. Что касается карандаша для губ, я считаю, что это сплошное разорение покупать море этих всяких карандашей. Все-таки голосую за бесцветный карандаш. Я считаю, что это замечательное изобретение. Купила один и все. Для любого блеска, для любой помады. Он абсолютно невидим на губах. Но дает вот эту вот пленочку, которая не позволяет растекаться блеску или помаде. Супер вещь. Стоит в районе 250 рублей. Очень достойный продукт. Хорошо затачивается. Что касаемо туши Lumine. Это у нас туша объемная. Сейчас покажу кисточку. Я не говорю, что она самая лучшая. Все, что я пробовала, не могу такое сказать. Просто в данный момент это единственная тушь, которая у меня есть из бюджетных. Тушь, в общем-то, неплохая. Ничего не такого особого нет. Просто, что называется, тушь для видео я ее показываю. Так могу сказать, что, как уже показала, нужно определиться все-таки по учебнику, какая вам тушь нужна. С какой кисточкой? В первую очередь с силикон или же обычные щетинки, обычные классические ворсистые щетки. А дальше уже нужно попробовать две туши. Если вы не можете так определиться, то возьмите две дешевые туши с силиконовой кисточкой и с обычной. Например, если с обычной кисточкой самый дешевый вариант, это будет Evo Gourmandis. Очень хорошая туша. Если понравится, значит, определенный вы поклонник все-таки ворсистых щеточек. Что касается силиконов, то надо брать, наверное, Super Shock от AVEN. Сразу будет понятно, ваша или не ваша. Если брать, поскольку силиконные кисточки я не люблю, поэтому я не обладаю какими-то знаниями, я не знаю, что из масс-маркета можно выбрать, чтобы тушь была хороша с силиконовыми кисточками, только по отзывам других людей. Если обычные кисточки, считаю, что шикарные все-таки туши, объемные у буржуа, наверное, это все-таки лучший вариант. Но это мое такое субъективное мнение. Перейдем дальше. У Catrice есть такой вот замечательный наборчик для бровей. Вот такой вот он. Мне кажется, очень неплохой продукт для начала. Карандашей у меня для бровей нету и никогда не было, поэтому не могу сказать. Я как-то вот, если уж и браться за это, то предпочитаю вариант с тенями. Непосредственно, что касается продуктов для глаз. Здесь как-то у меня большое такое замешательство. Нравятся мне тени из Адора. У меня в наличии палетка только с такими мерцающими оттенками. У них очень много этих вариаций. У меня номер 80. Есть с совершенно безумными цветами. Там и с зелеными, и с розовыми, и с сиреневыми. Очень много там, по-моему, палеток этих. Можно выбрать по вкусу. Это такие яркие шиммерные тени. Ну, почему-то даже ношу их и в повседневной жизни, потому что очень-очень нравится. И как-то в жизни они выглядят немного более приглушенно, чем в коробочке. Поэтому, несмотря на всю их блестучесть, использую их и для дневного макияжа. Ну, я знаю, что вот у из Адора есть шикарные палетки, пятицветные. По-моему, в пяти гаммах. То есть серое, коричневое, сиреневое, серое. Абсолютно матовых теней. Вот такой инструмент, вот действительно, обучалка. Я как-то вот слышала мнение на эту тему, что они просто изумительные. Я покупала такую палетку в подарок. Тоже вот как-то вот просили меня купить эти тени. Я их подарила. Ну, человек остался доволен. Говорит, действительно, да. Прекрасно тушуется. Прекрасное такое пособие. Вот бюджетный вариант работать для работы с матовыми тенями. Прежде чем там замахиваться на мак или еще что-то. Вот. Поэтому советую присмотритесь. Есть пятицветные палетки. Эти стоят где-то в районе 600 рублей. Те подороже, по-моему, около 1000. Там пять цветов. И, по-моему, там кисточка дается. Из совсем бюджетных теней Artvisage. У меня только одна единственная тенюшка. Я обязательно буду пробовать еще какие-то цвета. Я поразилась качеству этих теней. Конкретно этот оттенок меня разочаровал. Просто я ожидала от него немножко другого. Но это, наверное, расскажу уже в каком-нибудь другом видео. В общем, тени совершенно прекрасные. Такие вот они. Плотно набираются. Хорошо ложатся. Достаточно такие влажноватые. Мне кажется, изумительный бюджетный продукт. Вот. Можно купить там 3-4 оттенка и наслаждаться красивым макияжем. И еще очень достойные тени от Jode. Тоже такие вот однушки. Это тоже металлик. Ну, поскольку у меня все тени, как правило, либо сатиновые, либо шиммерные. Поэтому, соответственно, и в бюджетных вариациях они такие же. Ну, в общем, очень красивые. Советую присмотреться. Где-то в районе 400 рублей до скидок. Стоит тени. Теперь, что касается румян. Даже не знаю. Такое большое количество выбора бюджетных вариантов. Мне очень нравится румяна от Rimmel. У меня это в старой такой версии. Мне кажется, что новичку, когда только начинаешь работать, вот по своему опыту, не согласна я с тем, что главное это пигмент. Поскольку рука еще не имеет опыта, да. Движения вот эти вот не отточены до автоматизма в нанесении там румян или теней. Я против сильно пигментированных продуктов. Лучше наслаивать. То есть, вот, чтобы сразу быть довольна результатом. То есть, добавила их и хорошо. И вот этим мне нравится румяна от Rimmel. Чуть более сильно пигментированный Vivensabo. Мне понравился совершенно классный такой универсальный розовый оттенок. Очень приятная отдушка у этих румян. Кажется, березы на самом деле нет розового. Стоит в районе 150 рублей. Мне кажется, что это очень неплохой такой... Неплохие бюджетные румяна. Советую. И хороши румяна от Essence. Мне понравилось. У меня вот такая вот какая вот лимитка. Но я думаю, что она вряд ли отличается как-то от базовых вариантов. Мне нравится вот цветами. Да. Здесь очень красивый такой цвет. Вот. Я как-то у стенда постояла у Essence, посмотрела. Вот румяна. Действительно, там есть из чего выбрать. Почему не упоминаю Catrice? Потому что просто... Я согласна с тем, что у них румяна очень даже неплохие. Но, к сожалению, у меня в наличии только этот мультиколор. Не могу его рекомендовать. Почему? Потому что он какой-то совсем никакой. Все-таки какой-то вот... Ну, как сказать... Нет в нем определенности. Мне кажется, все-таки в косметичке новичка должны быть какие-то градации. Например, там розовый румяно-абрикосовый, там персиковый. Как-то так. Мне кажется, это все-таки нужно. Теперь, что касается кистей бюджетных. Так, что касается пудры и румяна, румян, голосую за кисти Essence. Считаю, что нет ничего лучше. Стоят они, по-моему, порядка 170 рублей, что ли, до скидок. Вот. Это абсолютный, практически стопроцентный аналог кисти от Make Up For Real. Вот, мне их никогда не показывала. Ну, вот так. Да, аналог такой. Вот, совершенно изумительное, замечательное качество. Кисти просто классные. Всем советую. Кисть для подводки, вот как вариант, это кисть от Limony. Очень даже неплохая, достаточно упругая. Стоит, по-моему, порядка 130 рублей. Куда еще бюджетнее. Если вот такая кисточка у меня от Catrice, но как-то вот... Я не пользуюсь просто вот скошенными вариантами, только тоненькими. Поэтому про скошенный вариант не могу ничего сказать. А вот эта очень даже неплохая. Она вот, видите, такая вот у нее, как сказать, скошенное само по себе основание. Да, очень, наверное, удобно работать... Что я говорю? Очень удобно работать с подводками. Вот, хотя, конечно, я все равно, вот, как сказать, использую для... В основном у меня тени идут в качестве подводки. Поэтому, как бы, вот я вот таким способом и использую. Баночек с подводками у меня, собственно говоря, нет. Вот такая замечательная кисть от Bourjois. Для растушевки теней у ресничного края, подводок. Изумительное качество. Она просто совершенно отпадная. И у меня даже нет желания попробовать какую-то еще там люксовую кисть. Вот, я очень ей довольна. А с другой стороны, удобный такой спонжик. Ну, я им практически не пользуюсь. А вот кисточка классная. Колпачки защитные я сняла. Для видео они есть в наличии. Очень советую. Очень хорошая кисть от марки QVS. Такая вот двойная для нанесения тональной основы. И для нанесения консилера. Ну, тоналки я наношу спонжиками. Консилеры очень мне нравятся. Вот на лицо наносить этой кистью очень даже неплохо. Конечно, это для достаточно таких больших участков. Но само по себе качество наносит просто изумительное. Я поразилась, как она наносит вот в палетку Make Up For Ever консилера. Да, просто потрясающе. При том, что стоит, по-моему, 230 рублей, что ли, если я не ошибаюсь. Для консилера очень хорошая кисть от Sephora факелообразная. Номер 42. Кисть для румян. Такая вот она. Такая достаточно плосковатая. Такой у нее вот дифакела такого. Очень хорошо вот ребром носить вот так вот наверх скулы. этот хайлайтер. Уже заговариваюсь, простите. И остались продукты для губ. С помадами большая засада. Мне кажется, что здесь все-таки метод проб и ошибок нужен. Очень неплохой вариант это Rimmel. У меня это 105 номер. Maybelline. У меня это оттенок 620. Эти обе две помады немного суховатые, поэтому тем, у кого сухие губы, я не советую. То есть, это для тех, у кого нет проблем с губами. Отдушка на любителя. Ну, это достаточно прийти в магазин и понюхать тестер, чтобы понять, нужен вам этот аромат или нет. Как правило, в тестере он более прогорклый, более сильный. Поскольку все-таки свет там и температура плохо влияют на качество помады, на ее состояние. Но все равно это достаточно, чтобы протестировать аромат. В любом случае, цвет передает неплохо, не растекаются, не скатываются. Вопрос только, вот я говорю, достаточно ли вам количества масел, которые содержатся в этих помадах, и устраивает ли отдушка. Более, помада, которую уже можно и с сухими губами использовать, это Catrice. У меня это в оттенке 190 Nude. Да, но здесь более сильная отдушка, опять-таки, на любителя. А так, помада очень хорошая, все то же самое, не скатывается, не растекается. Более жирненькая, чем эти два варианта. Но вот отдушка сильноватая у нее. И, наконец, так сказать, мой лидер в вопросе вот этих вот бюджетных продуктов для губ. Это помада от Ariflame 100% цвета. Изначальная цена ее до скидок 170 рублей. Но, по-моему, ее очень часто продают за 99 рублей. А сейчас вот идет акция в Ariflame. Две помады за 170. Это просто идеал. Примитивнейшая упаковка у нее. У меня оттенок винтажной розы. Такой вот он. Нюд с уходом в пепельно-розовый. В общем, отдушки практически нет. Она жирненькая. Она не растекается. Она идеально ложится на губы. Достаточно хорошо держится на губах. Не требует какого-то... Не требует снятия первого слоя при повторном нанесении, как бывает с некоторыми помадами, когда ощущается какой-то дискомфорт. К ней ничего не липнет. Можно спокойно кушать. То есть не будут потом эти какие-то мельчайшие крошки на губах. Помада просто идеальная. Я удивляюсь, что единственная помада из Ariflame, которую я люблю, это самая недорогая помада. Из не самой дорогой серии. Теперь о блесках. Считаю, что самый идеальный блеск, вот именно в чистом понятии блеск, это блески от Bourjois 3D. Обожаю их просто. Просто обожаю. Мне нравится их вкус. Мне нравится их консистенция. Мне нравится количество блеска, которое они дают. В принципе, в цветовой палитре не очень большая. Но я считаю, что можно подобрать себе по вкусу оттенок. Очень хорошо сидят. Не оставляют никаких... Нету никакого неприятного привкуса. Не оставляют горечь в горле, как бывает с некоторыми продуктами. Не знаю. Я, в общем, часто с таким... Ну, в общем, сталкивалась я с такими неприятными моментами. Здесь никаких... Никакого негатива нет. Абсолютно. Это просто идеальный блеск. Вот. На мой взгляд. Мне так кажется. Просто классно. И блески от Artvisage. Artvisage. У меня это два оттенка. 306 и 305. Купила их. И очень ими довольна. И могу порекомендовать. Единственное, что мое мнение все-таки в чистую. Это не блеск. Это, наверное, жидкая помада. И поскольку цена очень небольшая, а новичку хочется познакомиться с разными продуктами для губ, если есть, конечно, такое желание, то вот самый, наверное, недорогой вариант жидкой помады, это, наверное, все-таки вот эти вот блески от Artvisage. Почему все-таки жидкая помада? Потому что плотные, очень много цвета. И лежат они на губах, как помада, при этом, конечно, имеют ярчайший такой лаковый финиш, как и полагается лаковым блеском. Плотная очень текстура. Недостаток у них я нашла только один. На кисточку, когда вы достаете ее из упаковки, на ней остается такое количество продукта, которое совершенно не требуется для одного нанесения. То есть излишки приходится убирать. Вот это вот единственный недостаток. И еще, что хотела сказать по поводу кистей. Существует два способа обзавестись изначально кистями. Либо покупать по отдельности, либо покупать набор. В принципе, я считаю, что наиболее правильно все-таки брать по отдельности, потому что вы не обрастаете ненужными вам кистями или какими-то приспособлениями, которые вам не нужны, аппликаторами какими-то, еще чем-то. Все только то, что вам нужно. Но это все-таки получается чуть-чуть дороже. Поэтому я хочу показать наборчик кистей, из тех, которые продаются сейчас, мне нравится больше всего. Это набор от Рив Гош. Профессионал набор кистей. Тут, собственно говоря, наверное, получается вот один аппликатор, один ёршик и семь кисточек. Для пудры, для тональной основы, для теней, для губ, для растушевки, для подводки, для работы. И скушенная кисточка. Вот это вот тоже, здесь написано для техники смолки. Давайте посмотрим, что это за набор. И почему я выделила именно его. Во-первых, это чехол. Из всех бюджетных наборов это лучший чехол, который только можно себе представить. Он, конечно, синтетический, но он идеально имитирует дорогущие кожаные чехлы. При этом он абсолютно, ну, практически, вот я не знаю, с момента покупки, вот сейчас, вот, ну, если уж совсем нос в него засунуть, может быть, и будет какой-то запах. А так нет. На ощупь это нежнейшая кожа. То есть, вот одно удовольствие просто держать в руках. В кармашке достаточно гибкие, вот эти вот, и широкие. Само качество кистей очень даже неплохое. Единственное, что я считаю, что набор, опять-таки, сейчас я попробую положить эту картонку, чтобы было удобно. Набор все-таки, как сказать, есть у него, конечно, недостатки, потому что он не универсальный. Ну, например, кисть для пудр есть, а где кисть для румян? Ну, новичку, который покупает, наверное, важнее была бы все-таки кисточка для румян, да, чем наличие, скажем, вот этого спонжика, да. И кисть для тональной основы, вот это тоже как-то, я не знаю. Ну, в общем, кисть для румяна, я считаю, что гораздо более нужнее, да. Здесь, получается, целых две кисточки для подводки, а кисточки для румяна нет вообще. В любом случае, я считаю, что набор вот этот вот, если уж и покупать набор, то купить набор этот. Почему? Потому что этот набор может быть такой вот, как сказать, путеводной звездой в будущее. То есть, если вам понравится работа с макияжем, и вы соберетесь расти и двигаться в сторону люкса, какие-то кисточки вот вы удалите, да, а взамен них можно будет сюда вложить кисточки люксовые или профкосметики, те, которые выпускаются для тревел-версии. Ну, вот в качестве примера я, допустим, вот эту вытащу кисточку, эту для подводки. Например, вот кисточка из дорожного набора Dior. Вот, я думаю, что кармашки настолько широкие, что войдет и еще одна такая кисточка. Ну, конечно, с каким-то другим уже уклоном, да, то есть, не для теней, а, может быть, для губ. Да, поэтому этот чехол можно будет запросто вот оставить, и он очень приятный, он очень классный. Нет просто вот слов описать восторг от этого чехла. Но кисточки сами все, в принципе, тоже очень даже неплохие. Единственное, говорю, что вот не знаю, зачем этот спонжик. Вот, ёршик тоже весьма сомнителен, да, можно, в принципе, без него обойтись. Вот, но в любом случае рекомендую именно этот наборчик для кистей. Еще в качестве совета для новичков, как мне кажется, ну, не знаю, мне, например, это очень помогло, тоже мне один визажист подсказал, говорит, попробуй работать пальцами, вот, для того, чтобы почувствовать текстуру, различие в текстуру тональных кремов, румян, теней и так далее, говорит, попробуй работать пальцами. Результат паразит просто. Увидишь разницу между аппликаторами, кистями и пальцами. Поэтому советую, конечно, девчонки, попробуйте, кто учится, кто только делает первые шаги в макияже. Попробуйте, это действительно классно. Ну, собственно говоря, вот что получилось. Все, конечно, условно, но что уж вышло. Надеюсь, что видео было полезным, приятным и полезным. Всем большое спасибо, всем пока-пока.